Здравствуйте, дорогие друзья! Вот на днях будет День памяти одного удивительного человека, который много-много лет трудился на Казанской земле, трудился от всего сердца, со своими золотыми руками, со своим добрым-добрым сердцем, своей широкой душой. Он помогал всегда церкви, помогал людям церковным. И сам был глубоко церковным человеком. Он был тем, кого называют церковным служителем. Я говорю сейчас о Викторе Андреевичу Лошадкину, который скончался уже, когда ему было, за 90 лет. И вот сегодня мы начинаем такой небольшой цикл интервью, посвященных его памяти. И первый, с кем мы сегодня будем говорить, это настоятель Кизического Казанского монастыря Игун Пименный Вентьев. Здравствуйте, Игун Пименный Вентьев. Добрый вечер. Очень... Вопросов, конечно, немного. Вот первый, который я хотел бы вам задать. Вы тот человек, который действительно знаете очень многих стражилов. Знаете, вот тут у Казани, может быть, уходящую, да, всех многих церковных служителей, священных служителей. По многим служите панихидами, будучи историком, действительно как-то увлекаетесь. И мне бы хотелось спросить, вот как вы познакомились с Виктором Андреевичем Волшаткиным? Ну, наше знакомство произошло в 91-м году, где-то после Пасхи. Я тогда стал посещать воскресную школу при Петропавловском соборе. Скоро у меня оказалось в числе алтарников. В то время активно привлекали молодежь и школьников, и студентов. Но алтарь был полным молодыми людьми. И помню, в одно из воскресеньев пришел такой благообразный встречок. Ну, у него тогда еще не было бороды, с которым привыкли бы видеть. Так, облачился в стихарь. Я думаю, надо же, такой пожилой, я всего лишь алтарник. Он подошел к нам, к молодежи, говорит, ну как, славянский будем оставить? И так потом стал он панамарить и подякнствовать на службу. А после службы осталось помогать на венчании. И вот тогда мы оценили впервые его голос. В то время он еще был так довольно свеж по силам и по годам. Ну, то есть, 91-й год, это сколько, 27 лет назад. И он так прочитал апостола на венчании, что произвел впечатление вообще на всех присутствующих в храме. Но потом мы с ним стали регулярно видеться в Тунекольском соборе на богослужениях. Он имел такой благочестивый обычай, в воскресный день приходить к ранней литургии. Иногда, кстати, мы с ним и в трамвае встречались. Он на улице Толстого садился. Сейчас уже и трамвай не ходит в том направлении. И он приходил на раннюю, чтобы на раннюю прочитать апостол. Потом шел в Покровский храм на среднюю, там читал. И на поздней было уже как кульминация. То есть, уже дважды отрепетировано он прекрасно прочитывал громогласным голосом апостол. И когда было архиерейское богослужение в Никольском и Петропавловском соборе, то он нам, мальчишкам, подсказывал, как нужно выйти на вход, как нужно правильно подать митру или ходила. Ну, то есть, такие вот воспоминания, что это был знаток архиерейской службы. И ведь он был иподиаконным, по моим подсчетам, не менее чем у семи казанских архиереев. Потому что, если вспомнить его рассказы, то подростком он начинал иподиаконство еще в 30-е годы у митрополита Серафима Александрова, который в 30-м году был репрессирован. Потом был, видимо, какой-то период небольшого затишия, но церковную жизнь он не прекращал. И потом он был иподиаконным у послевоенных казанских архиереев, у владыки Гермогена, ну, владыка Юстин короткое время находился на кафедре, у владыки Сергия Королева, у владыки Илова Крисовича, архиепископ Михаила Воскресенского, у владыки Пантелеима продолжал свое служение, и при владыке Анастасии, и даже при владыке Феофане он успел еще на нескольких архиерейских службах нести послушание алтарника. Ну, то есть, такая вот удивительная судьба на скромные должности иподиакона он принес большую пользу многим поколениям православных казанцев. При этом он никогда не был штатным сотрудником ни епархии, ни Никольского собора, никакого другого храма, он все эти годы трудился на нашем казанском 230-м заводе, Бог дал ему золотые руки, был даже период, когда он преподавал в профтехучилище, и его ученики трудились на заводе, он иногда так в шутку говорил, «Моя продукция даже в космос летал». Ну, и все это он свое трудолюбие, свои умения, навыки он старался тоже направить на пользу Церкви Божией. Он был, как мы знаем, сыном известного человека, Андрея Гуриевича Лошадкина, который был замечательным агрономом и художником, и вообще человеком, очень развитым в творческом плане. Он занимал довольно-таки серьезный пост в сельскохозяйственном ведомстве тогдашней татарии, но потом тоже был репрессирован, окончил свой жизненный путь в Свиярской тюрьме на территории Успенского монастыря, Виктор Андреевич об этом тоже рассказывал. И, видимо, он и мать привили Виктору такую вот любовь к храму Божию, но в то же время и желание жить своим трудом. Но потом стали повсеместно открываться храмы, и к нему обращались священники. Кому-то нужно было копье соорудить для фрескомедии, потому что в то время пойти в церковную лавку и купить необходимое для службы было еще невозможно. Это был начало 90-х годов, и я знаю, что во многих храмах его вещи, некоторые даже с дарственными автографами, до сих пор используются при богослужении. Помню, как-то он пытался реанимировать часы на колокольне Петропавловского собора, изготовил какие-то самодельные стрелки. Но на тот момент это было и то какое-то решение, потому что начало 90-х – это сложное время было в истории страны, и в истории церкви тоже возможностей никаких не было. Помогал на восстановление храма великомученицы Варвары, потому что в память о том, что там настоятельным был его крестный протерей Николай Петров, и там венчались его родители. Но потом занялся восстановлением храма на малой родине своего отца покойного в селе Тагашево. И, в общем, до последнего он, скажем так, держал руку на пульте. Пока позволяли силы, сам трудился, не покладая рук, и на богослужение туда выезжал. Но потом уже все-таки принимал участие, так, советами, на праздники надо ездил. Ну и Господь дал ему прожить долгую жизнь, и вся эта жизнь, так или иначе, связана с церковным служением. Всегда, вспоминаю, вот, встречу-то идешь около парка Горького, он выходит с завода после рабочей смены, к нам кразит, идешь к вечерней службе на артское кладбище или после института еще даже. Мы учились там как раз в здании спортфака напротив Варваринской церкви. И я часто встречал его, он шел пешком до улицы Толстого домой, встретимся, и не менее как полчаса каждый раз он что-то рассказывает. Да, да, проводишь вододом или просто возле остановки постоишь. А он был любитель рассказывать, и всегда так вот с благодарностью говорю, вот ты умеешь слушать. Ну и многие истории были такие вот забавные, не только о церковной жизни, а вообще о жизни города Казань, как что выглядело даже вот, было интересно послушать. Хочешь скажите, а вот что вас больше всего в нем вот впечатляло, как-то вот сердце запало? Ну, он сам о себе говорил, что я же такой человек свободолюбивый, поэтому, говорит, я, может быть, поэтому, говорит, и санта не принимал, что сердце санта же это какое-то ограничение, и нельзя себя вести так. Священник не может, допустим, высказаться о каких-то вещах столь примирения, как это может делать простой человек в частной беседе. Хотя мы знаем, что после военной воды он поступил и какое-то время учился в возрожденной московской духовной семинарии, но потом обстоятельства семейной жизни, они вот заставили его оставить учебу и вернуться в родной город. Ну и он уже посвятил себя полностью работе на заводе, но при этом каждый воскресный и праздничный день он бывал в храме Божием. И когда в храме что-то такое происходило, там, вроде генеральной уборки или что-то нужно было почереть, то, конечно, он всегда был в первых рядах. Он рассказывал о том, как после войны возрождалась церковная жизнь, как Никольский собор передали, но еще богослужения не начались, и, говорит, там нужно было просто навести элементарный порядок после мастерской, которая там располагалась. Сейчас-то, когда мы заходим в Никольский собор, должны верить, что там это благолепие когда-то нарушалось. Уже многие десятилетия совершается богослужение, и многие поколения через этот храм прошли. Многие из нас там были крещены когда-то. По его рассказам собор представлял себе такое зрелище. Унылое, но постепенно-постепенно благолепие было воссознено. Отчасти его лепту там есть в этих трудах. Ну, наверное, поражала в нем больше всего вот его такая вот преданность церковному делу. Как он говорил, что не раз его руководство на заводе выдвигало на правительственные награды, потому что трудился он тоже на славу. Но всегда партийные органы заворачивали кандидатуру, потому что он церковник. Но он говорит, а я и не перестану им быть никогда и ни за что. То есть он всегда вел себя так свободно, и никто не мог этой свободно рушить. Как вот отец Иоанн прекрасно сказал на его погребении, он был рабом божьим и больше ничьим рабом. Это вот действительно очень характеризует личность Виктора Андреевича Лошадкина. Ну, я не знаю, до последнего, буквально последняя наша встреча была, наверное, за пару месяцев до его кончины. Помню, на Большой и Красный, я вечером шел в сторону Варваринской церкви, а он вышел, видимо, на небольшую такую прогулку возле своего дома, около Суворовского училища мы встретились. И вот казалось, что последний раз мы с ним так поговорили. Он расспросил о всех церковных новостях, то есть здраво в уме находился. Спросил, как Владыка Феофан в Никольском бывает. Так спросил, как там, какие новости вообще в церковной жизни. Ну, меня вот это поразило. Человеку был 91 год. Видно, что внешне он уже слабел, видимо, уже последние месяцы жизни. Болезнь сопровождала его. Но, тем не менее, он как-то вот так живо. Глаза не были погасшими. Очень было приятно побеседовать. Ну, вот, к сожалению, никогда не знаешь, что это последняя встреча. Думаешь, если бы знал, что последняя, может, и то бы спросил, и этого бы спросил. Но и то впечатление такое очень радостное, что знал такого человека в жизни. Хотя, вроде бы, как некоторые говорят, простой ипподиакон. Некоторые даже дразнили его вечный ипподиакон. Потому что, действительно, несколько десятилетий он нес такое смиренное послушание. Может быть, и не всегда, скажем так, следовал всем традициям ревностного благочестия, потому что иногда нужно было отлучиться и на работу куда-то. Но, тем не менее, на ранней литургии, в день праздника он всегда старался прийти. Отеча, а вот можете вспомнить какой-нибудь случай вот такой, может, такой, который вызывает улыбку, и вот его какую-то фразу, которая... Ну, я помню, как-то вот, когда я уже приближался к 90-летнему рубежу в своей жизни, а у него в советские годы еще был привлечен автомобиль «Москвич». Но он выглядел, как будто вот он выпущен вчера такой весь глянцевый, ухоженный, видимо, пробег небольшой. И он решил, когда ему было 87 или 88 лет, пойти в управление ГИБДД, чтобы продлить права. Но ему там отказали. Я помню, он такой возмущенный, приходит на арсское кладбище. Говорит, вот, понимаешь, ну и что? Что 88 лет? Ну и что? А если я могу, почему мне нельзя дать? Я же, говорит, не больно куда-то. Я вон до деревни там, до храма. Ну и, в общем, вот так он, помню, был возбужден, настроен. Его уж там все уговаривали, Екатер Андреевич, ну ладно, уж, наверное, свое отъездил. Он, ну как это, Ера, еще мог быть. Ну да, характер у него такой. И всегда запоминает его рукопожатие такой. Наверное, у него ладонь была, как две моих. И он так здоровался всегда очень основательно. Ну, конечно, этими руками он много потрудился и для церковного благолепия, ну и, конечно, на родном своем предприятии. О нем, кстати, тоже добрая память. Вот вроде бы простой труженик, никаких должностей не занимал там начальственных и партийных. Но самое яркое для меня свидетельство, уважение к ним, вот, вот, похороны. Полный храм людей, которые, может быть, даже не особо церковные, но пришли в храм ради того, чтобы проститься с уважаемым человеком на заводе. И кого не спросишь, кто трудился на этом заводе? Из пожилого, из более молодого поколения. А все его знали только с лучшей стороны. Так что этот человек – слово. Как-то рассказывали о нем такую историю тоже смешную. Я уж не знаю, уместный или нет, говорить, но это как-то... Ну, то ли в отдел кадров, то ли куда? Забегает такой Виктор Андреевич, садится, говорит, девчонки, можно я вас посижу? Типа, ну, пожалуйста, Виктор Андреевич. А в чем проблема? Да, говорит, в цеху комиссии, говорит, ну, комиссии, говорит, а он что боится? Да бояться-то нечего, но там начальник комиссии, Коровкин. Ну, что, Коровкин-то, говорит, ну, как, говорит, я хороший работник. И вот идут ко мне и скажут, Коровкин, а я отвечаю, Лошадкин, неудобно получится. То есть вот и такие истории бывали. Хорошо. Спасибо. Он многих людей привлек к помощи храмам Варваринской церкви в какой-то степени, и вот храм Сирия Тагашева. Многие помогали именно благодаря авторитету Виктора Андреевича. Многие вот заводы даже он как субботники организовывал, он начальство просит автобус, соберет там, как он говорит, молодежь, ну, там, я думаю, молодежь, сейчас придет молодежь, там, смотришь, такие люди, которым в районе 50, мужчины, женщины, вот для него, то они, конечно, молодые. И они ехали в свой выходной день потрудиться вот на выставление сельского храма, это тоже было очень трогательно. И помню, один раз он нас пригласил на престольный праздник в Тагашево на День памяти Флоры и Лавру, 31 августа, тоже. На заводе и схлопотал автобус, и заранее со всеми созвонился, во столько-то отъезжаем от Никольского собора, пожалуйста, пожалуйста. И помню, как я с Николаем Ушаков тогда еще так был в силах, я был дьяконом, алтарников с Никольского собора, облачение с собой взяли, все необходимое для службы, и такая была торжественная литургия, народ собрался, и он все хлопотал, чтобы никто не уехал, не попив чаю, не покушав. То есть он так вот по-отечески всех принимал на свою родину, тоже был очень приятно. Ну и, конечно, в дни, когда приближается день его памяти, мы все молимся о нем, веря, что Господь ему откроет дверь своего царства за его многолетние вредные труды Церкви Божьей. Ну, честно говоря, я бы, наверное, просто выразил ему благодарность, потому что многие-многие поколения, и многие представители этого поколения стали священнослужителями на его глазах, и вот ко всем относился так вот, ну, с пониманием, и хоть мы были мальчишками, но чувствовал, что он там относится с уважением. Он нас никогда не принижал, а наоборот пытался чему-то научить в плане церковной жизни. Ну, с ним общаться было всегда приятно. Вот никогда не скажешь, что вот, ой, лошадки, давай на другую сторону перейдем. Наоборот, для меня вот всегда это была приятная и радостная встреча до последних вот дней его жизни. Ну и надо сказать, что опять же, когда его хоронили, и священники собрались по возможности, и много-много знавших его. Ну, наверное, еще кто-то и другой поделит своими воспоминаниями, ведь есть в городе люди, которые и более долгий срок с ним общались. Но мне было приятно, что в моей жизни была такая встреча с этим человеком, тем более она длилась четверть века. Действительно, слова благодарности – это самые точные слова, которые можно было бы выразить человеку. Наша благодарность, она и до сих пор продолжается, молитвы за него. Он действительно человек был выдающийся. Спасибо большое. Взаимно, благодарю. Субтитры создавал DimaTorzok